Библейский портал экзегет.ру представляет Деяния апостолов, 28-я, последняя глава этой книги, перевод Международного библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. У нас тут приключенческий роман. Павел, заключенный которого доставляют в Рим на суд к императору, что уже осень штормит Средиземноморье. Корабль садится на мель после жуткого шторма у берегов какого-то неизвестного острова. И кто как может, вот уже близко к берегу корабль сел на мель, кто как может добирается, кто вплавь, кто на обломках корабля до берега. И все, оказывается, спаслись. Надо же. А никто уже и не ждал этого. Спасшись, мы узнали, что остров называется Мальта. Вот Лука любит детали. Это, кстати, та самая Мальта. В античности Мелит называли остров Медовый. Та самая Мальта, которую мы на карте найдем и сегодня. Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Никогда не был на Мальте, но думаю, что так и есть. Они разожгли костер и пригласили нас к себе. И было холодно, и шел дождь, там же буря. Когда Павел, собрав охапку хворост, ну, понятно, они все носят хворост, чтобы согреться. Они только что выбрались на сушу, они там измучены. Надо как-то все-таки в себя прийти, обогреться. Может быть, там еды какой-то приготовить на огне. И Павел тоже. Собрав охапку хвороста, стал бросать его в костер. У него на руке повисла ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Так вот, случайно она там оказалась. Когда жители острова увидели, что с руки Павла свисает змея, они стали говорить друг другу, без сомнений, этот человек убийца. Он спасся в море, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых. Как люди любят истолковывать всякие явления в сверхъестественном ключе. Вот, он спасся в море, но богиня возмездия не позволила остаться в живых. На самом деле, ровно наоборот. На самом деле, Бог и не возмездие, а единый Бог его сохранил. «Но Павел стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать, или внезапно упадет мертвым. Они прождали долгое время, когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество». Вот что такое суеверие? Все имеет значение. «Змея повисла, о, он убийца. Она его не укусила, о, это божество». То есть мыслить какими-то сложными категориями люди не могут. Вот, либо плюс, либо минус. И то, и другое абсолютно до предела. Вот это суеверность. То есть, когда человек все очень так за Бога или богов, они, язычники, расставляют по полочкам, всему присваивают ярлычки «плюс», «минус». Это хорошо, это плохо, никакие возражения не принимаются. Тот же сам меняет свое мнение на противоположное, да, не задумываясь. «Неподалеку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий». Ну, естественно, это тоже римский наместник. «Он радушно принял нас у себя, и три дня мы гостили у него. Отец Публия был болен, лежал в постели, у него был жар и дизентерия. А Павел вошел к нему, помолился, возложил у него руки и исцелил его. Когда народ это увидел, то все больные островы стали приходить и получать исцеление. Они воздали нам много почести, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас дорогу всем необходимым». Интересно, что не говорится ничего об основании общины христианской на острове Мальта. Хотелось бы верить, наверняка мальтийцы верят, что тогда оно и произошло. Но, кажется, иногда это просто не работает. То есть все настолько были увлечены чудесами, исцелениями и всем прочим, что в суть никто вникать не стал. Так тоже бывает. Ну, что же делать. Лука, кстати, очень реалистично описывает самые разные истории проповеди апостолов. Там где-то в Ликаонии прибегают и начинают им переносить жертвы, считая их богами. Где-то в Афинах на них все, кроме нескольких человек, машут рукой и говорят, «Да, в следующий раз послушаем, это все абсолютно неинтересно». Да, где-то, наоборот, как в Коринфе возникает большая и цветущая община. Вот никогда заранее не знаешь. И поражение от победы ты сам не должен отличать, как сказал поэт, по другому поводу. Но миссионер, видимо, тоже. Потому что ты не знаешь, чем обернется. «Спустя три месяца мы вышли в море, да, то есть все-таки перезимовали на Мальте, на корабле из Александрии, опять из Александрии Египетской, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастера и Палукса». Да, вот даже такие детали Лука дает. Мы приплыли в Сиракузы, сицилийский город, и пробыли там три дня. Оттуда мы прибыли в Риги. На следующий день подул южный ветер, мы прибыли в Путиолы. Путиолы — это порт неподалеку от Неаполя. До сих пор он существует. Там был очень большой торговый порт. И, кстати, хорошо раскопанный, кто будет в Южной Италии, очень советую посмотреть. Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю. Вот уже есть христиане на территории Италии. И вот, наконец, мы прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли навстречу нам до самой Апиевой площади. А другие — до городка, три гостиницы. Но это дальние пригороды. Это вот как в Москве, там какая-нибудь Балашиха. Но вот они выходят к этим самым трем гостиницам. «Когда Павел увидел их, он поблагодарил Бога и ободрился. Мы прибыли в Рим, и Павлу разрешили жить отдельно. С ним лежил солдат, который из тирелки. Он же подсудимый. Он ожидает суда у императора. Но фактически он живет под домашним арестом, да и то не строгим. Все хорошо, все хорошо закончилось. Павел собирался в Рим, он в Рим попал за казенный счет. Там еще солдат приглядывают, чтобы, наверное, его там никто случайно не убил до суда, потому что у иудейских вождей из Иерусалима большие к нему претензии. Могут общаться с ним местные христиане. Все замечательно, все как-то разрешилось. И книга почти закончена. Как закончена? А что было в Риме? Слушайте, все самое интересное пропустили. Где 29-30 глава? Ну, еще 28-й кусок. Почему дальше ничего не говорит Лука? Это что за безобразие? В конце концов, Павел ехал в Рим, мы зачитали про его путешествие, как он там от смерти чудом спас. Предыдущая глава просто захватывающий детектив, приключенческий роман. А служение в Риме, что Луке, простите, это неинтересно? У книги другая цель. Это не жизнеописание Павла. Еще менее, это книга путевых заметок, путеводитель по Древнему Риму. Это история возникновения церкви. И вот смотрите, эта книга начинается с Вознесения Христа, с великого поручения быть свидетелями до края земли. И она заканчивается приходом Павла в Рим, где он становится свидетелем в Риме. Понятно, что после Рима везде. Понятно, что христианство, как всемирная религия, состоялось. Вот в тот момент, когда Павел входит в Рим. Он не первый христианин, его уже там встречают христиане. Но это могла быть какая-то маленькая группка, которая сама по себе там где-то как-то. Но смотрите, между Иерусалимом и Римом протягивается прямая линия. Пусть эта линия очень извилистая на карте, там через разные порты, моря, отмели, остров Мальта неожиданно оказался на пути. Неважно. Важно, что вот христианство уже существует как единое пространство веры, общения, братства, любви, смысла, проповеди. В Риме, Иерусалиме, Антиохии, в какой-нибудь Дервии, в каких-нибудь ликавонских крохотных селеницах, где до сих пор не поняли, кто такие были Павел и Варнавы. Но неважно, поймут со временем. Вот об этом книга. И на самом деле она движется к своему финалу. Вот то, что я сейчас буду читать, это, собственно говоря, эпилог, это завершение истории. Три дня спустя Павел созвал руководителя иудейской общины Рима. Вот он узник, а он созывает руководителя общины, то есть он там уже звезда, уже все знают о нем. Когда они собрались, он сказал им, вот, собственно, его последняя проповедь. Он обращается к иудеям города Рима. А среди них наверняка какое-то количество интересующихся язычников, этих самых празелитов, которые почти обратились в иудаизм, которые как раз и станут во многом основой будущей веры, христианской веры с точки зрения социологии. Вот кто обращался из иудеев, какое-то количество, но из празелитов очень многие. И вот он излагает для них, с одной стороны, по-иудейски, с другой стороны, вот, понимая, что Рим — это гораздо больше, чем небольшая относительно иудейская община. «Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, из-за которой я заслуживал бы смерти. Но поскольку представители нашего народа возражали, я вынужден был потребовать суда у Кесаря». Видите, он совершенно здесь не пытается выстроить какую-то национальную солидарность, он им говорит достаточно открыто, как все и было. «И сделал я это вовсе не для того, чтобы в чем-то обвинить мой народ. Я созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами, ведь за надежду Израиля на мне сегодня эти цепи». Вот он заключен за то, что он говорит о сбывшихся надеждах израильтян. Слушавшие Павла ответили, «Мы не получали от тебя никаких писем из аудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого». Странно. Оказалось бы, там такая была буря, но вот как-то она местного значения оказалась. «Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте». То есть о христианстве. Они условились с Павлом, в назначенный день к нему пришло еще больше народу. Павел с утра и до вечера говорил им о Божьем Царстве, убеждал их из закона Моисея и из пророков об Иисусе. Вот преемственность Ветхого и Нового Завета. Некоторых он убедил, другие же не верили. У них начались разногласия между собой, как оно и продолжается. И когда они стали уходить, Павел произнес такие слова. Последнее напутствие, довольно жесткое, кстати. Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаио. Пойди к этому народу и скажи. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами и глаза свои закрыли, чтобы не видеть глазами, не слышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я исцелил их. То есть вы сами виновны в том, что вы не выслушали, не поняли, не обратились, и вы не будете исцелены. Итак, знайте, что спасение Божье послано язычникам. Они услышат эту весть. Вот, собственно, вывод. Важнейший вывод книги. Христос отправляет апостолов, свидетельствует перед всеми. В Иерусалиме, в Иудее, Самаре и даже до края земли. Но поскольку в Иудее, не только географически, но среди израильского народа принимают эту весть далеко не все, то место, которое могли бы занимать христиане из иудеев, занимают христиане из язычников. Только поэтому. Не потому, что Павел не хочет проповедовать своим, не потому, что там язычники чем-то лучше, а просто, ну, когда свои отказываются, значит, придут другие, кто займет их место. Собственно, в Евангелии об этом тоже было. После этих слов иудеи разошлись, горячо спорят друг с другом. Ну, понятно, это уже история надолго. И краткий, последний такой абзац. Павел жил в Риме еще целых два года в снятом им помещении, то есть не в тюрьме, а где он сам выбрал, и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно возвещал Царство Божие и учил о Господе Иисусе Христе. Чем закончился суд? Куда Павел отправился после него? Потому что суд закончился оправданием на этот раз, да? Потом будет другой. Это все уже предмет другой книги, к сожалению, не написанной. Вот не написал Лука 3 тома, было бы очень здорово его прочитать, но, может быть, это и не очень нужно. Еще раз он написал лишь о том, что было ему важно именно в этой книге передать. Это рождение церкви. Рождение церкви как сложно устроенного организма любви, где есть христиане из язычников, христиане из иудеев. Он объясняет, почему так получилось, каковы отношения между ними, как не сразу притерлись они друг к другу, какие разные взгляды вот на эту сложную природу церкви были, надо ли исполнять Моисеев закон, совершать обрезание. Вообще-то не надо, но Павел обрезал Тимофея, чтобы не подавать повода для обвинений, чтобы иудеи не говорили, а это они отрицают наш закон и вообще ни во что его не ставят. Как римская власть к этому относится? Как ни странно, она союзница. Потом будут гонения, но здесь римская власть просто в силу того, что она здравомыслящая власть, она старается избегать всевозможных мятежей и в свою очередь защищать граждан. Вот Павел гражданин Рима. Вот поэтому она дает христианам новые возможности, но для проповеди, а не для того, чтобы сливаться с этой властью в экстазии, восхвалять императора вместо Бога и исполнять какие-то поручения местных правителей, нет, но пользоваться своими законными правами для того, чтобы нести весть о Христе. Вот о том, как возникла церковь, как сложно устроенный организм любви, повторю еще раз, где одновременно действует человек и Бог. Без человека ангел с неба не спускается, чтобы все сделать своими руками, но и одними человеческими усилиями ничего не получится. Бог чудесами, какими-то особыми явлениями кладет свою печать на все эти действия. Вот об этом и написана книга «Деяния апостолов». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok